МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня во Всемирный день экскурсовода поговорим об этой профессии и о музейной работе вообще. В студии НТК-21 заместитель директора областного краеведческого музея по научно-исследовательской работе Светлана Скворцова. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Праздником вас и весь ваш коллектив. Спасибо большое! Хотя бы отмечаете этот праздник? Знаете о нем? Мы, конечно, знаем этот праздник, отмечаем его ударным трудом. Труд-то у вас, конечно, надо сказать, приятный. Можно даже по-хорошему и позавидовать. Это работа с историей, с людьми. Я не ошибаюсь в своих умозаключениях? Не ошибаетесь, я согласна. Это труд, который приносит человеку, который занимается им удовольствием, по большому счету, потому что каждый раз это новая аудитория, новые люди, новые знакомства. Ну и, конечно же, это и ты сам, самообразование твое, повышение уровня знаний и так далее, и так далее. То есть это такая профессия, которая сродни, я бы сказала, связана, наверное, с актерскими, с какими-то вещами, потому что человек, экскурсовод, он сам сценарий себе пишет, экскурсии. Он также режиссирует эту экскурсию, то есть он ее проводит. Ну и, конечно же, он актер, потому что он сам исполняет главную роль. Я бы, наверное, к этим ипостатям добавил, что он еще и ведущий. Да. Вот чувствую коллегиальное что-то, потому что он непосредственно ведет по музеям и выставочным залам. А сейчас, товарищи, пройдемте. В следующий зал. Да, согласна. Звучит прекрасно. И вот, насколько мне известно, на эту замечательную, интересную работу у вас открылась вакансия. Да, у нас сложились такие обстоятельства. Наша молодая сотрудница переезжает в другой город, на постоянное место жительства, и поэтому нам требуется сейчас экскурсовод. Какими качествами должен обладать экскурсовод? В принципе, мы назвали, каким видом профессии он должен по-хорошему соответствовать. Но хотелось бы озвучить непосредственные требования. Ну, непосредственно нам требуется человек с высшим гуманитарным образованием и желательно с очным образованием, потому что опыт приема на работу сотрудников с заочным высшим образованием, он был уже, скажем так, не очень удачный. Поэтому мы требуем, конечно же, именно очного высшего образования и гуманитарного. Все-таки человек должен уметь говорить, чтобы он мог преподнести какие-то знания, донести их до человека, причем до разной целевой аудитории, и до ребенка, и до студента, и до каких-то взрослых посетителей. Посетители взрослые вообще бывают разные. Это и люди науки, это и люди искусства. То есть для каждого должен быть свой рассказ. Это не каждому дается. И мне кажется, что все-таки багаж знаний, который получают студенты, закончив очно заведение, то он все-таки больше. В общем, инженер-технолог за очкой. Ну, наверное, шансов меньше намного. Мы отказывать не будем, но все-таки этот человек получит испытательный срок некий, то есть у него будет возможность проявиться. Ну, а вдруг? И такое случается. У инженера, они системно, если подойдут, они могут взять любые преграды. И, наверное, будет какой-то творческий конкурс, испытательная, проверка какая-то, экзамен. Во-первых, человеку дается определенное время на подготовку экскурсии. Прежде чем готовить экскурсию, он знакомится с экспозицией музея, узнает, какие экспонаты представлены и так далее. А потом пишет свой собственный текст собственной экскурсии. Ну, третий этап – это сдача экскурсии. То есть человек должен сдать эту экскурсию не посетителям, а сотрудникам музея, которые у нас, конечно, очень так ревностно относятся к этому делу. И стараться нужно хотя бы не допустить фактических каких-то ошибок. Вот. И если экскурсия сдана, то человек принимается. Это обзорная экскурсия на 45 минут по музею. Если же вдруг бывают такие моменты, что человек не сдает, дается еще шанс подготовиться, переподготовиться, какие-то недочеты исправить. Ну, если уже в течение трех месяцев человек не справляется с этим заданием, то мы с таким человеком прощаемся. И вот прям, собственно, уникальный текст надо. Нельзя от коллеги как-то взять шаблончик. Не знаю, как шаблончик взять. Шаблончик у нас, конечно, есть. У нас есть официально текст экскурсии, обзор по музею. Но этот текст писал тоже человек, адаптируясь на свои собственные знания, на свои мысли и так далее. Я, когда готовила экскурсию, я, да, за костяк я взяла что? Что, во-первых, переходы из залов у нас должны логически выстроены быть. Какую-то хронологию может быть. Ну, а факты уже, которыми ты наполняешь свою экскурсию, я брала свои собственные. То есть я перелопачивала очень много литературы определенной и составляла свой собственный текст экскурсии. Ну, и так делает у нас каждый человек. Ведь, во-первых, наш лексикон, он совершенно разный. У каждого человека один, у другого другой. То есть это отличает нас, наверное, всех. И мне одни вещи интереснее, вам они будут интереснее совершенно другие вещи. И поэтому я думаю, что у нас, собственно говоря, каждый экскурсовод рассказывает свою экскурсию, донося практически одну и ту же информацию по-разному. То есть у нас эти экскурсии считаются авторскими. Каждый писал для себя, каждый рассказывает со своей подачей. Но главное, чтобы факты, которые исторические, какие-то факты о природе и так далее, они не были искажены, они должны быть достоверными. То есть канва какая-то имеется, но каждый обогащает ее. И вот этими фактами вам, наверное, повезло с соседством. Пожалуйста, в библиотеку через стеночку обратился и черпай там, да? И у нас соседи библиотека. У нас, во-первых, еще есть и в музее очень большой книжный запас. И есть у нас такой архив, как архив истории, архив природы, где можно тоже эту экскурсию, в принципе, материалы найти все для экскурсии и составить свою уникальную экскурсию. Ну, сейчас интернет, там можно обогащать содержательную часть экскурсии бездомно, наверное. Ну, можно, но я бы, наверное, на все 100% интернету не доверяла. Ведь не всегда же выкладывают исторически достоверные факты какие-то. Или хотя бы тогда эти факты искать в сравнении с несколькими. Перепроверить. Да, перепроверить, да. Можно, конечно. Но я считаю, что все равно даже книги мы используем. Вроде бы уже прошло много времени. У меня, например, как настольная книга «Амур-батюшка». Книга выпущена еще в советские времена, но там очень хорошо и показательно описаны все походы наших первопроходцев. Вот. И я ее часто перечитываю, скажем так. История и география, наверное, любимая тематика ваша? Я занимаюсь историей в большей степени. Сейчас еще у меня очень много, допустим, выставочной работы. И каждая выставка – это тоже определенные какие-то новые знания. Потому что узкие темы выставок, они тоже дают большой, скажем так, полет фантазии. Начинаешь искать что-то новое, изучать. Бывают вообще совершенно новые вещи, к которым ты никакого отношения никогда не имел. Например, вот мы когда работали с Русской Церковью Православной, наши выставки у нас были. Антиминцы. Я даже слова такого не знала, что это такое. Я сейчас не знаю. Но это такие вещи, которые используют при религиозных определенных обрядах. Вышитые иногда на шелке. И потом была, например, выставка у меня, которая тоже я вроде бы никогда этим не интересовалась и не знала. Например, такая же выставка была по юдайке. Это вообще был, наверное, мой такой самый сложный период, когда я начала изучать полностью тему «Я человек нерелигиозный». Я выросла и в семье, которая была атеистами, собственно говоря. Это я потом уже как бы в церковь хожу. Но это, не знаю, это вера где-то глубоко внутри. Но я не истинный, скажем так, неистовый человек такой религиозный. А тут еще тема совершенно новая, для меня неизвестная. Это тема еврейская религия была. Да, мы когда-то в институте изучали религоведение у нас было. Мы изучали иудаизм, православие, и о католиках мы говорили, и о мусульманах. То есть вот эти разные течения изучали. Но это было так, поверхностно, собственно говоря, я считаю. А здесь пришлось вдаваться в такие глубокие корни, глубины, скажем так. То есть вот определенный предмет стоит. Тот же, например, мезуза. Ну, с мезузой, я думаю, что знакомы многие жители нашего города Биробиджана. А что такое мезуза? Для меня даже это слово было как будто бы на иностранном языке, но оно так и есть. Мезуза, давай читать. Что же это такое? А для чего используется? А что внутри? А внутри, оказывается, выдержка из Торы. А что такое Тора? То есть вот все. Тогда хорошо мне помог Равин Мардыхай, который у нас здесь работал. Вот как раз-таки в это время я начинала эту тему изучать. И мы с ним еще тогда сделали выставку на фестиваль. Выставка ровинистической литературы была, называлась «Талмуд вавилонский и Иерусалимский». То есть у нас в фондах музея хранится порядка более 30 книг еврейской литературы. Старопечатные. Первая книга 1812 года где-то и заканчивая вот концом 19 века. Книги довольно-таки старые, старопечатные тоже. И типографии там очень известные были. Вильна, например. И вот Мардыхай мне тогда очень сильно помог в создании этой выставки. То есть это у меня появился вообще новый пласт. Равинистическая литература для меня это было очень темный-темный лес. Теперь это любимая тематика. Ну, а в каждой выставке мы пишем, что это текст экскурсии. И вот ты начинаешь изучать с Азов, что такое, а почему стали, допустим, Тору читали только в свитке, а почему стала печатная Тора. Ну, и все в таком ключе. Выходишь в такие глубины, заходишь, что даже никогда не ожидал, к чему тебя это все приведет. Поэтому это тоже экскурсия. То есть только это более узкая экскурсия. Экскурсия по одной выставке. Тематическая. Тематическая. У экскурсоводов, которые сейчас в музее работают, тоже так вот распределились какие-то свои интересы по каким-то тематикам? Или экспертны вообще во всем? Ну, у нас каждый сотрудник музея 100% проведет вам обзорную экскурсию на достаточно высоком профессиональном уровне, потому что обзоры у нас, ну, коллектив уже сложившийся, работают давно девочки сейчас. Что касается тематических экскурсий, то у нас, вот, допустим, в отделе природы у нас главный хранитель. Она закончила, во-первых, у нас наш геофаг, и она очень хорошо и по полезным ископаемым рассказывает, ископаемым, и по темам, например, животных, растительных мир и так далее. То есть это ее, скажем так, фишка такая. У нее тематический по природе. Ну, по истории рассказываю в большей степени. Это мои экскурсии. Ну, и вот девочка, которая, к сожалению, от нас ушла, экскурсовод, она уже у нас готовила тоже тематические экскурсии. Вот так сложились обстоятельства. Жаль. Мне сейчас вспоминаются, представились целая плеяда тех людей, которые работали в музее всего его десятилетия. Вы вспоминаете сейчас кого-то из них? Были ли там учителя ваши? Я хочу сказать, что, наверное, из всех тех, с кем я работала в нашем музее, я пришла еще совсем тоже молодой и юной. Это было второе место моей работы. Первое место – это школа восьмая. А потом уже вот я пришла в Кровический музей. И первую обзорную экскурсию мне проводила Машкова Надежда Евгеньевна. Ее экскурсия меня впечатлила. Она рассказывала очень легко, очень красивый рассказ. Не было слов паразитов. Она внешне всегда выглядела очень так элегантная. Косыночки такие там, украшения специально подобранные. То есть внешний вид, наверное, тоже очень много для меня тогда значил. И ее рассказ меня очень сильно впечатлил. И мне тоже захотелось рассказывать так. Но все равно со временем складывается свой стиль общения с посетителем. И он никогда не повторит другого экскурсовода абсолютно. Какие посетители самые трудные? Ну, я бы не сказала, что трудные. Вот взрослая аудитория, с ней сложнее в каком отношении. Во время экскурсии задают вопросы другого уровня. Дети тоже задают вопросы, но с детьми проще. У детей детские вопросы, на которые практически мы знаем ответы. Со взрослыми бывает гораздо труднее, потому что все знать невозможно. Ни в одной теме я не знаю таких людей, которые были бы асами во всем. А кто-то как раз любит блеснуть, срезать экскурсовода. Я никогда не стесняюсь того, что если я что-то не знаю, то это бывает такое. Я не астом, не эксперт, прям профессионал, прям супер высокого класса. Но я еще раз говорю, что знать все невозможно. Поэтому я говорю, очень интересный вы вопрос мне задали. Я постараюсь выяснить, и если вы оставите свои контакты, я обязательно отвечу на этот вопрос, но чуть позже. И этот нюанс обогащает уже информацию следующей. Конечно. Тут мне же самой теперь становится интересно. Я начинаю рыться в источниках, искать ответы на вопросы. И это уже потом меня не ставит ни в какие тупики, ни в какие-то такие неловкие моменты. Я не люблю неловких моментов. Но все предугадать невозможно. И это такая работа, которая постоянно развивает человека. Это здорово. И хотелось бы, чтобы к вам на эту интересную работу прибыл нужный человек, как раз у которого получится. Давайте его пригласим, наверное. Областной кровеческий музей ждет в свой коллектив экскурсовода с высшим образованием, гуманитарным, желательно очным, и человека заинтересованного, энтузиаста. И мы с удовольствием примем его в свой коллектив. И с не меньшим удовольствием ежедневно в постоянном режиме мы приглашаем к нам экскурсантов. Приходите. Мы будем рады вас видеть в нашем музее. Экскурсии у нас разноплановые. И есть не только экскурсии, есть лекции, есть мероприятия целая куча. Вы можете прийти, купив билет даже по Пушкинской карте. То есть мы начали работать очень активно, уже протестировали абсолютно все. Первое мероприятие прошло удачно. Было куплено 40 билетов по Пушкинской карте. Можно похвастаться. Поэтому ждем вас в здании нашего музея. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу. А главное, спасибо за ту работу, которую вы постоянно делаете. Привет всему коллективу с праздником вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова